Разрешите представить вам тему доклада нарушения кишечной микрофлоры больных с поздним началом неспецифического язвенного колита. Во всем мире в последние годы увеличивается распространенность воспалительных заболеваний кишечника, в особенности неспецифического язвенного колита. На данный момент патогенез снят, остается неясным. Это очень осложняет диагностику этого заболевания. В патогенезе существенную роль играет изменение внешней среды, микробиома, иммунного ответа. При этом ранняя диагностика требует разработки новых неинвазивных молекулярно-биологических факторов, маркеров, которые и это обуславляет актуальность нашей работы. Изучение семейства бактериальных групп оценивает направление и глубину нарушения кишечного микробиома, не отдельных видов бактериальной флоры. Особое внимание уделяется изучению отдельным представителям микробного сообщества, это регуляторным бактериям. В нашем случае это Айкерманика мученифилия и ФКа бактерия проузница. Эти представители флоры во многом могут предопределять состояние направления развития кишечного микробиома у пациентов с неспецифическим язвенным колитом, а также быть маркерами его изменений. Существует два пика заболеваемости неспецифического язвенного колита. Первым пиком являются лица от 20 до 29 лет. Вторым пиком заболеваемости являются пациенты возраста 50-59 лет. Развитие неспецифического язвенного колита связано с накоплением различных предрасполагающих факторов, генетической предрасположенности, неблагоприятных факторов внешней среды, нарушением характера режима питания, применением лекарственных препаратов. Суммация данных неблагоприятных факторов способна приводить как раз к проявлению неспецифического язвенного колита у пациентов второй половины жизни, второго пика заболеваемости. У пациентов с неспецифическим язвенным колитом одними из факторов являются пол, место проживания, но самая основная роль это нарушение патогенеза, в котором важную ключевую роль играет бактериальный состав микробиоты кишечника. Целью исследования было выявить особенности кишечной микрофлоры у пациентов с ранним и поздним дебютом неспецифического язвенного колита. Задачей исследования было установить особенности микроорганизмов у больных с неспецифическим язвенным колитом в разных возрастных категориях с изучением синдрома избыточного бактериального роста и методовых интеротипов. Также разработать молекулярно-биологические маркеры неспецифического язвенного колита в разных возрастных группах и проанализировать и оценить комплексные микробиологические изменения системного кишечного дисбиоза у больных с неспецифическим язвенным колитом в пожилом возрасте. Нами было обследовано 126 человек с неспецифическим язвенным колитом в разных возрастных группах, а также 40 человек практически здоровых без патологии. Все больные были условно разделены на две группы от 20 до 49 лет и 50 лет и старше. Использовали такие методы, как анхитирование. Далее мы для оценки синдрома инфраструктурного бактериального роста использовали водородный дыхательный тест с лаптуозой. Оценивали основные факторы предрасположенности дня с помощью анализа и анхитирования. Определяли уровень фекального кальфротектина. А также собирали образцы и выделяли ДНК с помощью праймеров. И пользовались полимеразно-цепной реакцией для определения микробного состава. По нашим данным, больше всего пациентов с неспецифическим язвным инфалитом встречалось в ранней половине жизни, до 40 лет. И чаще всего встречались мужчины, что соответствует литературным данным. Пациента от 40 до 49 лет значительно эта группа была меньше. По сравнению с группой общей. Также, но затем в возрасте от 50 до 59 лет группа пациентов увеличивалась. Это свидетельствовалось о том, что проявляется неспецифический язвенный калий, а проявляется второй пик заболеваемости. И мужчин в общей группе обследованных было больше. Однако, у пациентов с вторым пиком заболеваемости встречал не с чаще женщин. Длительность заболевания у обследованных пациентов с неспецифическим язвенным инфалитом колебалась от 1 года до 10 или более лет. Наименьшее количество пациентов выявлено с длительностью заболевания до 1 года, что связано с особенностями выборки. Чаще всего до 10 лет выборка была такова, что пациенты с длительностью заболевания от 1 года до 5 чаще встречались с мужчинами. А более 10 лет длительное заболевание было чаще всего у женщин. Мы изучили распределенность заболевания у пациентов с неспецифическим язвенным колитом. С возрастом частота дистального неспецифического язвенного колита росла и достигала своего максимума у пациентов с вторым пиком заболеваемости. Возможно, это может быть связано с изменением слизистой оболочки кишечника, снижением его региоративных свойств кишечного эпителия, а также особенностями иммунитета у пациентов старше 50 лет. В то же время частота тотального неспецифического язвенного колита чаще всего встречалась у пациентов с ранним началом неспецифического язвенного колита, что может свидетельствовать о более агрессивном течении заболевания. Также у обследованных пациентов мы выявляли основные факторы, провоцирующие развитие неспецифического язвенного колита. По нашим данным, вышло, что у пациентов с дистальной формой няк чаще всего встречалась и важную роль играла аллергия. В то время как у пациентов с левосторонним и тотальным распределением заболеваний длительное нарушение режима и характера питания было связано с развитием болезни. При изучении фекального кальпротектина у пациентов нашей группы его уровень у больных не аккоррировал с активностью воспаления. И показатель концентрации фекального кальпротектина можно использовать как достоверный критерий диагностики активности течения заболевания у больных с ранним и поздним дебютом, а также для оценки эффективности лечения заболеваний. При сравнении концентрации фекального кальпротектина у больных с ранним и поздним дебютом в зависимости от степени активности болезни констатированы достоверно более высокие показатели у больных с ранним дебютом заболеваний. Проведен был водородный дыхательный тест с лофтулозой для определения синдрома избыточного бактериального роста. Анализ данных выявил достоверную тенденцию к развитию дисплоза кишечника у всех пациентов с неспецифическим язвенным колитом. Пациенты с тотальной или посторонней формой раннего дебюта имели достоверно более высокие показатели синдрома избыточного бактериального роста в сравнении с двух поздоровых и дистальной формой няк в раннем дебюте, что свидетельствует о наличии дисбиоза в тонком кишечнике. Анализ показателей СИБР у пациентов с поздним дебютом заболевания аналогичен ранней форме возникновения заболевания. У больных с дистальной формой няк выявлена тенденция к увеличению данного показателя, однако достоверного отличия с группой здоровых не выявлено. Далее мы рассматривали содержание бактерий и фекальной микробиоте пациентов с ранним и поздним дебютом неспецифического язвенного колита. По нашим данным количество бактероидов было достоверно ниже у всех пациентов с неспецифическим язвенным колитом, чем у здоровых людей. Однако у пациентов с поздним началом заболевания количество бактероидов было максимально снижено. Количество фермикутов было снижено в то же время у пациентов с ранним дебютом неспецифического язвенного колита. И это может являться одним из биологических маркеров при диагностике заболевания. Также нам выявлено, что соотношение фермикутов и бактероидов у больных с поздним и ранним началом неспецифического язвенного колита было разнонаправлено. Таким образом, отношение фермикутов-бактероидов у пациентов с ранним дебютом снижалось и было достоверно ниже показателей, чем у здоровых лиц. А у пациентов с поздним, в начале дня, это соотношение значительно повышалось. Возможно, это свидетельствует о различных вариантах биотических изменений кишечной микробиоты у больных с ранним и поздним дебютом. Относительно актинобактерий, ее показатели повышались в обеих группах. Возможно, это из-за того, что в семейство актинобактерий входит много представителей условно-патогенной флоры, количество которых возрастает при лизбиозе кишечника и особенно у пациентов с неспецистическим язвенным колитом. Также было изучено содержание бактерий при различной распространенности неспецифического язвенного колита. По нашим данным, количество бактероидов по мере увеличения распространенности патологического процесса было минимальным у пациентов с тотальным и неспецифическим язвенным колитом. Как в группе больных с ранним, так и в группе больных с поздним дебютом. В то же время у пациентов с поздним дебютом количество бактероидов при всех формах было достоверно ниже, чем у пациентов с ранним началом заболевания. Количество фермикутов по мере распространенности практически не изменялось. Соотношение фермикутов к бактероидам было максимальным у больных с поздним дебютом и распространенными формами няк, такими как левостороннее и тотальное. Это может зависеть от того, что происходит интенсивное снижение бактероидов у таких больных. Это свидетельствует о выраженных изменениях кишечного микробиома у пациентов с поздним дебютом неспецифического язвенного колита. Также были изучены регуляторные бактерии, актинобактерия, аккерманика мученицеля и фекалобактерия проузница. По нашим данным, аккерманика чаще всего обе регуляторные бактерии снижались, их показатели относительно группы здоровых лиц. Однако у пациентов с ранним дебютом большее снижение было аккерманики мученицеля, а у пациентов с поздним дебютом прикола бактерии из проузницы. Это может свидетельствовать о снижении иммунитета, нарушении равновесия между противовоспалительным и регуляторным иммунным ответом, а также указывать на развитие хронического системного воспаления. Также мы проанализировали взаимосвязь концентрации фекалобактериопротектина, взаимосвязь степени активности неспецифического язвенного колита и показателями микрофлора. При анализе данных изменений выявлено, что нарушения микрофлоры в разных подгруппах имели свои особенности. Уровень бактероидов снижался интенсивней при минимальной активности нядах. У пациентов с ранним началом при первой и второй степени активности количество бактероидов достоверно не отличалось от нормы. Когда при позднем начале нядах, даже при минимальной степени активности, выявлено достоверное снижение данной микрофлоры. Уровень фермикутов снижался по мере роста активности неспецифического язвного колита, достигая минимума у пациентов с поздним дебютом. Таким образом, степень активности меня взаимосвязана с количественным и качественным составом кишечного микробиома. Также очень интересные данные были по регуляторной флоре, так как она коррелировала у нас с показателями фекарного кальпрофектива. Уровень по мере роста фекарного кальпрофектива показатели фермании химученифеля при росте активности снижались. Эти изменения способствовали активации компенсаторных механизмов кишечного микробиома на фоне минимальной активности воспалительных изменений в связи с оболочкой толстого кишечника. В то же время уровень фекалобактерий-проузницы снижался более интенсивно у пациентов с ранним началом заболеваниями. А это довольно важно, потому что количественные особенности фекалобактерий-проузницы в кишечном микробиоме во многом определяют его метаболическую активность, синтез короткоцепочных жирных кислот, в частности гутерата. Таким образом, уровень фекального кальпрофектива может косвенно отражать степень микробиологических изменений при неспецифическом язвенном колите и тесно коррелировать с активностью заболеваний. Также была проанализирована взаимосвязь предрасполагающих факторов основных к развитию неспецифического язвенного колита. Мы взяли главный предрасполагающий фактор – это генетическое предрасположенность, нарушение питания, аллергизация. Генетическая предрасположенность изучалась нами при сборе анамнеза и при анализе генеалогических связей больного. Таким образом, мы выявили, что тенденция к уменьшению бактероидов и фермигутов при росте актинобактерий была у пациентов с ранним дебютом и при каких-то нарушениях режима и характера питания. Таким образом, предрасполагающие факторы, генеалогическая предрасположенность, нарушение питания, аллергии оказывают определенное влияние на изменение кишечного микробиона. У больных с неспецифическим язвенным колитом отмечаются явления кишечного дисгиоза. Уровень активной бактерии увеличивается у пациентов с поздним началом развития анамнеза, количество афтероидов увеличивается. У больных с ранним и поздним началом заболевания выявлены разнонаправленные изменения кишечного микробиона, увеличивается число афтерманика мученихеля и снижается число фикалобактерия-проузница, что может приводить к развитию и прогрессированию заболевания. И быть как маркером для заболеваний специфического язвенного колита. Также показатель соотношения фирмикутов к бактероидам может быть еще одним маркером оценки выраженности кишечного дисгиоза у пациентов с няк. При этом распространенность патологического процесса в кишечнике во многом предопределяет лечебную тактику и прогноз пациентов с няк. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Я хотел бы выяснить, кто еще из докладчиков у нас есть. Сейчас я понимаю. Антюшка есть? И потом Синюк. Да, остальные есть еще какие-то докладчики? Есть. Какой-то пропустил. Возьмем. Возьмем. Возьмем, да? Значит, кто начинает, возьмем, что-то. Какой фактор? А фактор, когда брать таталакер из заправной эрекции, на период кишечнике хоровы сердца возьмем. Так, ну как-то так. Компактно. Спасибо.